Приветствую вас! Я думаю, что речь идёт не о том, кто виноват, да, а о том, что каждый берёт личную ответственность за то, что произошло. Знаете, есть в психологии такая теория, что ничего не забывается просто так, забывается только то, что человек в той или иной степени не хочет, не может, запрещает себе. Да, то есть забывание это своего рода вытеснение такое, то есть я забыл, я вытеснил из своего сознания, из своего сознания вы подсознали. Поэтому, скорее всего, скорее всего, проблема ваша, она заключается не в том, что кто-то забыл и кто-то что-то не сделал, да. Проблема ваша заключается немножко в другом, она заключается в том, что, вероятно, ещё раньше, до того, как, до того, как данная проблематика у вас появилась, у вас уже был какой-то конфликт. У вас уже были какие-то, может быть, не знаю, проблемы, может быть, уже какие-то были разногласия, там, по ряду вопросов и так далее. Потому что недовольство, которое вы описываете, оно, ну, похоже на, знаете как, похоже на затяжное, оно не похоже на что-то такое, что вот прям самобытное, да, аутентичное. Не похоже, никак не похоже. Совершенно. Вот. И в этом смысле я посмотреть, ну, на ситуацию несколько, может быть, ну, несколько глубже, да, я предложил бы вам посмотреть на ситуацию несколько глубже. Я предложил бы вам посмотреть на ситуацию несколько, ну, с большим уклоном именно в перспективу. Понимаете? Вот. То есть мне думается так, мне думается так, посмотреть, что у вас происходило раньше, не было ли раньше каких-либо конфликтов у вас между вами и так далее. Вот это важно. Знаете, какая штука. А, вот. А вы пишите, значит, мы с парнем выходили из его квартиры, он вышел раньше, я закрывала дверь, ключ кинула в сумку и забыла про него. В итоге он забыл, забыл забрать. А забыл забрать что? Я забыл отдать по дороге домой, вспомнил об этом, вернулась недовольная, дала ключ. А почему вы недовольные вернулись? То есть как бы, вот знаете, недовольство, походу, испытали вы одного, что забыли, то есть вы сделали что-то через силу, через силу. То есть вы себя пересилили, вот. И поехали-то почему-то вы, ну, отдавать ключ, как я понял. Не, парень, да, поехал, а вы, вы поехали. Вот. И вот вопрос, собственно, к вам, то есть вы почему, через силу это сделали, зачем вы это сделали, через силу. То есть это не понимаете как, это не вопрос вины, это вопрос ответственности. Это вопрос именно личной ответственности. Вот. Просто. И как бы всё. То есть вы либо берёте на себя ответственность за то, что произошло с вами. Да, то есть вы в равных, в равных историях, вы в равных ситуациях. Вы забыли ключ, мужчина забыл его забрать и так далее. Это абсолютно равные условия. Но. Почему-то именно вы взяли на себя роль жертвы. То есть забыл, забыл забрать он, да, но вернулись вы. При том, что вернулись вы недовольны. Вот и всё. Если забыл забрать он, то это его ответственность. И он должен был об этом позаботиться. А не вы, потому что это касается его. Но вы тем, что вернулись и отдали ему, я так понимаю, ключ. Вот. Вы не подкрепили в нём поведение, которое бы обеспечивало его бодренность. В том, что он делает. Вот. И всё. И чья это ответственность? Ваша, конечно. Это ваша ответственность. То есть в том, что произошло, что вы недовольны, вот за то, что вы недовольны вернулись. Это ваша ответственность. В том, что вы сделали это через силу. Вас это задело. Вот. Вот с этим нужно разбираться. Что именно вас задело? Почему вас задело? Как часто вы действуете так вот через силу? Ради чего вы это делаете? Чего вы это делаете? Чего вы ожидаете? И так далее. Потому что в этих моментах, в этих именно моментах, вы перекладываете ответственность на мужчину за себя, за свои чувства. А так быть не должно. Вот и всё. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.